Друзья, молния. В Калининграде утром 1 августа приземлился самолет, который ранее использовался при обменах заключенными между Россией и США. Вообще, в ближайшие часы может состояться самый масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью. Об этом пишут СМИ, медиа. То есть, по сути, как пишет Александр Глебович Невзоров, часть российских политзаключенных будут менять на особо дорогих путинскому сердцу русских шпионов и киллеров, которые сидели в тюрьмах Европы и США. Далее начался суд над генералом ФСБ, который занимался борьбой с коррупцией. Его обвиняют в коррупции. Вот такая вот ирония судьбы. Задержан глава военторга. По данным РИА Новости, суд накануне арестовал имущество фигурантов дела по коррупции. Ну и верховный лидер Ирана Али Хамении приказал в отместку за убийство главы Хамаса нанести по Израилю прямой удар в течение 72 часов, если я не ошибаюсь. Мы обсудим это все с бывшим сотрудником КГБ внешней разведки Сергеем Жирновым. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Сергей, ну предлагаю начать с новости номер один, о которой уже с вечера все писали. Это то, что 1 августа приземлился борт, который ранее использовали при обменах заключенными между Россией и США. Ну и обсуждают, что может произойти масштабный обмен политическими заключенными. Ну а Путин получит своих, как говорит Александр Грибович, дорогих путинскому сердцу русских шпионов и киллеров. Что вы скажете об этом? Новость действительно очень широко обсуждается. Обсуждается слишком широко для того, чтобы это были просто слухи. Потому что когда так широко начинают разговаривать, самого разного люди начинают разговаривать на эту тему, то дыма без огня не бывает, как правило. Вот одновременно реальных сообщений было мало. Самым реальным сообщением было то, что произошло в Беларуси. Вот Беларусь, это для меня был ключевой момент для того, чтобы серьезно отнестись к этой новости. Потому что в Беларуси сначала осудили немецкого гражданина к смертной казни. Потом сообщили о том, что он подал прошение о помиловании. И практически сразу было сообщено о том, что его Лукашенко помиловал. Крип-крип. Да, и вот это для меня стало самым главным материальным фактором того, что на эту новость надо посмотреть более серьезно. Потому что еще к тому же все это дело произошло сразу после встречи Путина с Лукашенко. То есть у них еще были какие-то разговоры, может быть, на эту тему. И потом пошла волна о том, что стали говорить, что чуть ли не 20 или 30 политзаключенных различного уровня и иностранных граждан, которые содержались и содержатся в тюрьмах Российской Федерации, исчезли из поля зрения их адвокатов, их семей. Что процессуально очень ненормально. Но с другой стороны, люди обратили внимание, что когда такие исчезновения происходят, это значит, что людей топируют, значит, их убрали из тех колоний, в которых они содержались, перевели куда-то в другое место. И вот люди, которые этим профессионально занимаются, то есть занимаются судьбами заключенных, занимаются содержанием в Афсине, в колониях Афсиной и так далее, они говорят, что вообще это все похоже на то, что когда готовятся к какому-то обмену. То есть вот люди исчезают. Единственное, что меня напрягло, я вам напомню, что такие истории были уже с ее Яшиным и с Алексеем Навальным. Вот они пропадали, бывало вот так, значит, на несколько дней из поля зрения. И потом Навальный оказался в ИК-3, у черта на рогах. И после этого он там погиб. То ли умер сам, то ли его убили. В любом случае его убили, потому что содержание Алексея Навального в условиях СИН, при том, что он пережил после своего отравления, было убийством. Даже если они не задавались такой целью. И по этому поводу я все-таки немножко аккуратно старался, значит, относиться к этой новости. Но вот то, что добавился сегодня утром этот борт, сообщение о том, что в Калининграде опустился этот борт, это добавило еще более серьезных аргументов в пользу этой версии. Правда, непонятно, почему в Калининграде. Ну, хотя, в принципе, это город, который находится посередине между Польшей и Литвой. То есть, если организовывать обмен, то можно организовывать обмен либо в Литву, либо в Польшу. Что, в общем, логично. И плюс тут Беларусь недалеко. То есть, получается некая логическая цепочка, которая выстраивается. Но все-таки я предлагаю нам с вами, так сказать, пока что не пускать розовые пузыри, потому что все это пока что все-таки домыслы или, скажем так, умозаключения и искусственные построения наши интеллектуальные. Хорошо, если все это дело закончится тем, что все все-таки отменяют. Это в любом случае хорошо. Хотя, опять же, это вот как в советское время пели по поводу Дня Победы. Это праздник со слезами на глазах. Потому что, в общем, мы понимаем, что хотя освобождают вполне себе приличных граждан иностранных и российских, и выпускают на свободу, которые незаконно сидели в этих тюрьмах, но вместо них освобождают, обменивают их на российских убийц, на российских шпионов, которые вполне себе законно сидели в тюрьме. И это, так сказать, вещь, которая нас не должна сильно радовать, потому что получается, что, в общем, у Путина работает такая ситуация, когда он берет заложники иностранных граждан для того, чтобы потом просто создавать обменный фонд такой для обмена на своих оперработников, службы внешней разведки, главного разведного управления, федеральной службы безопасности, просто каких-то гангстеров непонятных, вроде Виктора Бута. Но, с другой стороны, это все-таки хорошая новость, потому что мы понимаем, что такие обмены создают некое общественное мнение, причем общественное мнение, где понятно, что Путин на стороне зла, а западный мир на стороне добра. Потому что у Путина незаконно содержатся люди и люди, не имеющие отношения ни к шпионажу, ни к чему. А на Западе арестовывают вполне себе законно содержащихся людей. То, что меня пока что напрягло, еще по сравнению с тем, что я слышал, это значит то, что вот в этой истории задействована Россия и Беларусь, Германия и США. Вот эту четверку стран, которые озвучили практически все источники. Меня напрягло то, что там нет Франции. Ну, с другой стороны, там нет и, допустим, Словакии или Словении. Вот я не помню, в какой из двух стран была задержана пара нелегалов, о которых мы с вами тоже разговаривали где-то там весной или еще раньше. И которые наверняка будут участвовать в этом обмене. То есть явно совершенно... И еще история бразильская, потому что там был тоже нелегал, который пытался под бразильским паспортом въехать в Голландию. Его туда не пустили, отправили обратно в Бразилию. А в Бразилии его арестовали. Ему сначала вменили просто незаконное использование бразильских документов, а потом еще там кое-какие вещи там, ну, в общем, чтобы увеличить срок и так далее. И вот непонятно, Бразилия будет в этой неделе участвовать на стороне США, например, там и так далее. Так что ждем теперь уже самого обмена. Потому что когда такие вещи происходят, то, в общем, понятно, что это будет произойти довольно быстро. То есть это может до конца этой недели произойти. Нам осталось ждать недолго. И, скорее всего, либо если он состоится, может быть, мы с вами сделаем специальную передачу по этому поводу. А если нет, то в следующий понедельник по плану, когда у нас с вами запланирован следующий выход, следующая запись, мы с вами тогда обсудим эту тему уже в деталях, кто, кого, куда, где, если это состоится. Вот. Если это не состоится, то это будет плохой новостью. Вот. Потому что будет понятно, что что-то там не пошло не так. Вот. И плохой новости в каком смысле? Потому что мы знаем, что назывались фамилии Яшиной Карамузы, в людях, которые должны были фигурировать в списке для обмена. Вот. У Карамузы плохое состояние здоровья. Просто у него дважды было отравление. И понятно, что вот это человек, у которого самое плохое состояние здоровья, из всех известных политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах. Вот. И поэтому, если не бог его там переведут куда-то еще с более плохими условиями содержания, то это будет, конечно, очень плохая новость. Будем ждать, будем надеяться. Но, по крайней мере, такая вот история крутится. И, в общем, как мы с вами сейчас посмотрели, у нее есть какой-то бэкграунд более-менее фактологический. И надеемся, что все это дело состоится. Сергей, есть еще одно доказательство. Вот сейчас мы просто, я вам его продемонстрирую. Ну, уважаемая аудитория, перед этим, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, географию просмотров. Подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова. Подпишитесь на мой YouTube-канал, пожалуйста. Ну и кроме географии, напишите, что вообще вы думаете об этом обмене, о всех новостях, которые будут. Значит, давайте зафиксируем, что телеканал Н1 сообщает, что Путину удалось включить в список на обмен Вадима Красикова, вероятного офицера ФСБ, который осужден в Германии за убийство бывшего сеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Также вот мы вспомнили, что 30-летнего Рика Кригера Беларусь может выдать уже в ближайшее время, которого ранее приговорили к смертной казни, Лукашенко опомировал. Но что еще? Fox News и вот это видео сообщает о том, что журналисты Wall Street Journal Гришковича, пригоренного в России к 16 годам колонии строгого режима, уже освободят, и завтра он будет в Америке. То есть в четверг-пятницу он уже может вернуться в США в рамках обмена заключенными с Россией. И об этом публично заявили на Fox News. Давайте посмотрим. То есть формулировка ведущего уже завтра. Абсолютная точная. И как вы сказали, Сергей, да, из Словении пришлют двух россиян, Объединенного шпионажа и Артема и Анну Дульцевых. В списке также есть сотрудник спецподразделения ФСБ Вадим Красиков. То есть на сегодняшний момент Fox News официально, публично говорит о том, что Гришкович будет завтра, то есть я так понимаю, что в четверг будет в Америке. То есть сегодня поздно вечером по Европе. Что вот вы на это скажете? Это уже больше, чем слухи. Это тоже хорошие новости, потому что это все говорит о том, что, в общем, судя по всему, это реальность, а не просто слухи. Судя по всему, действительно идет какой-то обмет, потому что когда идет такой слив от всех средств массовой информации, причем вот мы слышали на Fox News, что эту информацию сообщил им официальное лицо в Соединенных Штатах Америки. То есть для них это проверенная информация, для них это официальная информация, которую они подают, поэтому уже не в условно-слагательном наклонении, так сказать, а уже практически как факт. Для меня, кстати, вот история с осужденным на смертную казнь Беларуси немецким гражданином была абсолютно прочитывалась, вот я ее с самого начала прочитывал как человека, которого готовят к обмену на Красикова. Потому что Красикова, об обмене Красикова говорится очень давно, пытались его подключить к американскому обмену вот этой баскетболистской, но не получилось, потому что немцы затачились, потому что это были американские граждане, и они сказали, что типа мы его приговорили у себя в Германии, так сказать, это наша судебная система, и мы поэтому не можем участвовать во мнении какой-то третьей страны и отдавать этого человека, тем более, что, в общем, он преступник, как таковой он признан немецким судом. И таким образом, я так думаю, что вот специально в Беларуси создали немецкого гражданина, которого приговорили к смертной казни, вот, и для того, чтобы потом шантажировать Шольца, и говорить, что вот видите, если вот, так сказать, вы не захотите отдать Красикова, то мы расстреляем этого самого немца, и на вас будет висеть эта смерть, потому что мы скажем, что мы предлагали вам поменять на Красикова, а вы не согласились. Вот, и поэтому, значит, вы предпочли оставить жизнь, значит, офицера ФСБ в вашей тюрьме, вместо того, чтобы обменять его на немецкого гражданина. В таком условии, в таких условиях, политически для Шольца это было бы убийственно совершенно, потому что у него и так, в общем, все качается всегда, у него очень слабая коалиция. Вот, и в этом смысле, конечно, я думаю, что это было сделано специально, и вот когда эта история состоялась уже просто с осуждением, я себе уже сказал, что вот, ну, по крайней мере, Красикова точно обвиняют теперь вот напрямую Беларусь с Германией. Сергей, чтобы завершить эту тему и перейти к следующим чисткам арестом в Минобороны и в ФСБ, я вам задам последний вопрос по этой теме. Значит, судя по тому, что готовящийся обмен заключенными, известно сейчас, события развиваются по сценарию, который Мария Певчих описала в видео, опубликованном через несколько дней после гибели Алексея Навального. В ролике «Почему Путин убил Навального сейчас» именно Мария Певчих связала это с готовящимся обменом политика на офицера ФСБ Вадима Красикова. И вопрос мой заключается в следующем. Если предположить, что Карамурза и Илья Яшин все-таки окажутся на свободе и не в России, их обменяют, да, на тех киллеров и шпионов российских, почему этот обмен не осуществился тогда, и почему тогда Алексея Навального не обменяли, а сейчас, возможно, обменяют, соответственно, Карамурзу и Яшину? Ну, потому что, во-первых, при всем уважении к Карамурзе и Яшину, у них не такая аура, как у Навального. То есть Путин Навального ненавидел лично, персонально. Это не распространяется ни на Яшина, ни на Карамурзу. Это, ну, просто такие политики, ну, скажем так, для Путина средней руки, потому что Навальный для него был номер один. Это его был враг заклятый. Он его сажал постоянно, как только тот выходил на какие-то выборы президентские и так далее. Это первое. Второе, почему Навального не обменяли тогда, с моей точки зрения, именно потому что он не был гражданином Германии. Вот, он был гражданином России. И хотя он был на лечении в Германии, но немцы могли сказать, ну, мы, когда он у нас уже прошел реабилитацию медицинскую, мы ему предлагали статус политического беженства, даже гражданином Германии. Он мог бы совершенно спокойно остаться у нас и никуда, и остаться живым. Но он сказал, что он хочет уехать в Российскую Федерацию. Настоял на этом. Это было его решение. Он его принял сознательно, совещавшись с семьей и так далее. И по этому поводу немцы сказали, раз он, так сказать, сам захотел туда уехать, то и нечего его менять обратно, потому что, ну, что это такое? Вот, то есть в этом смысле они сказали, что он просто сам непоследовательный. Кстати, вот во всем этом списке, который вы огласили, по старому советскому анекдоту, не анекдоту, а фильму про Шурика. Огласите, пожалуйста, весь список. Да? И, значит, когда вы огласили весь список, то Илья Яшин, вот в нем выглядит белый ворон. Ну, поясню, потому что Илья Яшин, у него такая же позиция, как у Навального. То есть, грубо говоря, он говорит, что я политик, в смысле Илья Яшин, и я буду сидеть в тюрьме, то есть я не хочу быть обмененным, потому что я хочу играть политическую роль в Российской Федерации, и пусть я буду сидеть в тюрьме, но зато у меня будет чистая биография, и когда произойдет смена режима, я стану президентом Российской Федерации. У меня будет законное право стать президентом Российской Федерации, потому что если я уеду за границу, то я это право потеряю, потому что, ну, мне тогда будут говорить, ну, вот ты, там, мы вот тут сидели по тюрьмам, а ты предпочел уехать за границу, в смысле сохранить себе жизнь. Вот, и, судя по всему, эта позиция Ильи Яшина была озвучена многократно, что он не хотел быть участником никаких обменов. Вот, поэтому это тоже надо дождаться, потому что есть некое сомнение, потому что если сам человек говорил, что он не хочет участвовать в обменах, то, в общем, будет, либо он поменял решение, либо, как бы, его меняют помимо его воли, а это довольно странная ситуация, когда человека вдруг начинают менять помимо его воли. Вот, так что будем посмотреть, чем это все закончится. И, судя по всему, осталось нам ждать недолго, либо в одну, либо в другую ждать. Да, уважаемая аудитория, просим вас традиционно, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях ваш взгляд на ситуацию в целом, и подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова и на мой. Для нас это очень важно, это ценно, это ваша поддержка, это означает, что вы вместе поддерживаете нас, Украину, и вы против России. Сергей, мы, конечно, переходим с вами в вашу топ-тему, где вы просто ас. Это кадровые чистки, аресты, генералитета и ФСБ. Значит, у нас одновременно происходит ряд событий. Во-первых, начался суд над генералом ФСБ. Я подготовила для вас фото этого, значит, этих генералов, если я не ошибаюсь, сейчас, вот. Да, значит, генерал ФСБ занимается официальной борьбой с коррупцией, но его обвиняют в коррупции во взяточнице, там колоссальные цифры. Параллельно задержан глава военторга. По данным РИА Новости, суд накануне арестовал мышцу фигурантов коррупционного дела. Ну и, соответственно, давайте вспомним того же генерала Булгака, возговорящей фамилии, у которого дома нашли вот такие вот картины, просто в роли Кутузова, Шойгу, Кужегетович, ну и далее, там еще восхищение, восхваление, в общем. Пшенка стал по-русски. Предлагаю разобрать весь этот блок. С чего начнем? Ну, давайте по порядку. Значит, сначала с генерала ФСБ. Да. Во-первых, они, конечно, это ирония, потому что человек, который борется с коррупцией, вдруг теперь оказался по обвинению коррупцией в своем же собственном СИЗО. Вот, или его, наверное, посадили даже не в СИЗО Лефортова, а, скорее всего, может, даже его посадили в Следственный комитет, чтобы не было, так сказать, заинтересованности ведомственной в том, что его там обвиняют. Сергей, генерал-майор ФСБ, это ж какой чин там? Да, ну, не самый большой чин, но все-таки генерал, действительно, это тут главное не то, что он генерал, а главное то, что он боролся с коррупцией. Вот, его посадили за коррупцию. Вот, что на самом деле в Российской Федерации меня совершенно не удивляет. Вот, кстати, по этому поводу я ехидно уже вам не раз говорил, что товарищ Белоусов, которого посадили в Министерство обороны, боролся с коррупцией, он, может быть, его закончит точно так же, как этот генерал ФСБ. Вот, то есть он в свое время будет тоже посажен, и ему скажут, что плохо он боролся с коррупцией. Вот, но мне кажется, эта история, знаете, какая? Во-первых, естественно, в Российской Федерации коррупция повальная, она есть везде, вот, но это был такой знак, я расцениваю его как знак, который ФСБ подает обществу в виде отмазки, потому что уже начались разговоры, наверняка, среди военных, начали люди ходить к Путину, там, Генштаб, всякие там ассоциации воинские, и говорить, что вот, у нас тут идет война, а во время войны пошла чистка, это сталинская чистка, значит, на военных. Вы помните, чем для Сталина закончилась эта история, закончилась тем, что во время начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, не осталось ни одного офицера, которого не репрессировали, и так далее, и тому подобное, все это глупость, сволочие преступления против народа, и так далее. И ФСБ, на самом деле, тут вот они, значит, талинисты, НКВД, КГБ, которые преследуют бедных, несчастных армейских офицеров, которые, на самом деле, чистые, а вот, значит, эти грязные КГБшники вешают им всякие объявления, обвинения. И для того, чтобы отмазаться, они посадили собственного генерала, и говорят, нет, вы говорите, что мы одних военных сажаем. Да нет, вот смотрите, мы даже своего посадили, вот у нас даже свой есть. То есть мы, типа, боремся с коррупцией, это Бортников будет рассказывать Путину, типа Владимир Владимирович, нет, мы, это самое, мы чекисты с чистыми руками, с горячим сердцем и с холодной головой. И у нас голова настолько холодная, что мы даже своих, если они у нас замешаны, мы их не пожалеем, мы их тоже посадим, и так далее. Неизвестно, чем это закончится с генералом ФСБ, но отмазка красивая, да, потому что, действительно, крыть нечем, потому что если бы сидели только армейские генералы, тогда бы получалось, что ФСБ ведет чистки против армии, вот, а поскольку следит еще и свой, то таким образом отмазка хорошая. Дальше история с директором военторга. Это очень смешная история, это просто анекдот, вот с левой стороны, значит, у нас просто дабл трабл, как говорится, и военторг, и генерал ФСБ, все задержаны, просто, и это происходит вот так, на минуточку. Но с военторгом это гораздо смешнее, чем с генералом ФСБ, потому что, хотя с генералом ФСБ тоже смешно, потому что он боролся с коррупцией, а в результате сел в тюрьму. Вот, а с военторгом смешнее, потому что, помните, когда Путин говорил, что им-то их там нет, там в Донбассе, и он говорил, ну что, а ему там говорят, ну а как же там оружие российское, там еще. А он говорит, да в любом военторге, там типа, там купить можно, да, и все на этим делали. Там мемом стал, типа, то, что в любом военторге можно все это дело купить, там форму какую-то и так далее. То есть, типа, чего вы нас обвиняете в том, что это российская форма, ее там продают в военторге просто в открытом доступе. И тут сажают начальника этого самого военторга. Вот где продавалась эта форма, причем его сажают за махинации с так называемыми НССРами. Вот меня тут порадовало, кстати, слово, которое они сами используют, потому что они же сами там в Думе говорят, что только русские слова надо использовать, да. Значит, ну я так понимаю, что это там НЗ, или там паек какой-то, то есть сборник необходимых вещей для солдата. Вот. И их там было, значит, там контракт был на 600 миллионов рублей, причем завышено на 400 миллионов. То есть они продали в три дорога. Да, вот есть такое русское слово в три дорога купить. Вот. Или в три дорога продать. Вот они продали в три дорога, это по госзаказу Министерству обороны. Вот. И теперь, вот, значит, тоже, значит, там всех сажают и начинают, начинают судить. И, ну, Министерство обороны, это вот в череду посадок генеральских, которые так и есть. Это, кстати, очень хорошая новость для Украины, потому что это означает, что Министерство обороны сейчас не работает, все боятся посадок, все, значит, сидят на своих местах, дрожат, как зайчики попрятали серенькие в норку. Значит, хвостик дрожит, потому что боятся, что за каждым придут, поэтому никто ничего не делает, ничего не работает. Вот. Танки не делаются, пушки не делаются, самолеты не делаются, потому что откатов нет никаких. Вот. А если нет откатов, то, соответственно, и ничего получить нельзя, потому что все же, как в советское время, фондируемо, то есть не дашь откаты, не получишь какие-то какие-то предметы и материалы, которые позволят тебе что-то делать. И вообще зачем делать, если ты на этом деле не зарабатываешь лично для себя на дачу, на квартиру, на машину и так далее. Вот. Так что это, на самом деле, вся эта история борьбы к коррупции, это очень хорошая история, потому что, когда борются в коррупционной стране с коррупцией, то встает абсолютно все и ничего больше не работает. Вот. Так что, бог им в помощь, значит, пусть борются и дальше с коррупцией, и чем больше, и чем дальше борются, тем лучше. Вот. Тем более, что они же борются не как Навальный, да, потому что Навальный там, значит, находил реальных таких больших коррупционеров. Хотя, кстати, даже вот в отношении Навального я тут уже высказывал мысль, такая она немножко парадоксальная, вот. Но вот я ее еще раз повторю. Имеется в виду, что, что, смотрите, путинский режим некий, и Навальный выступал в качестве оппозиционера путинскому режим. Но оппозиционера, который говорил, что это неплохой режим, потому что там все коррупционеры, я борюсь с коррупцией, и вот я вам показываю, какие, значит, плохие люди, как они воруют, там, и так далее. На самом деле, объективно, вот если бы путинский режим не был, вот если бы Путин неинавидел Навального как персонально, как субъекта, то он бы его бы сделал на самом деле начальником средственного комитета, или там, я не знаю, председателем счетной палаты. Обмешал Баррдинамик, потому что он действительно борется с коррупцией, то есть помогает путинскому режиму сажать всех воров, которые мешают этому путинскому режиму развиваться нормально. То есть на самом деле парадоксальная вещь, но фонд борьбы с коррупцией в коррупционном режиме, когда режим еще не сменился, объективно помогает режиму. Но слава богу, вот в этом смысле, режим этого не понимает, и режим с ними борется, хотя они в общем его объективные пособники, ведь они точно такие же пособники, как Гиркин, потому что Гиркин критиковал Путина не за то, что он ведет преступную войну в Украине, и предлагал не прекратить войну, а он критиковал, что Путин плохо ведет войну, что там все коррупционеры, что там, значит, не умеют воевать и так далее. То есть объективно получается, что фонд борьбы с коррупцией Навального работал примерно так же, как работал Гиркин, по абсолютно такой же схеме. Вот, это парадоксальная вещь, ее очень, она очень неприятно ее слушать всем людям, которые это занимаются, потому что они говорят, мы, вот видите, какие мы такие герои, за нас преследуют, нас сажать в тюрьмы, а вы показываете как чуть не самых больших путинистов. Ну, вот объективно это так. То есть нужно либо страну сначала поменять режим и потом бороться с коррупцией, чтобы унесешь все последствия путинского режима, но когда вы помогаете, вы бойтесь с коррупцией, вы объективно помогаете самому путинскому режиму. Уважаемая аудитория, тут, пожалуйста, попросим вас побыть искусствоведами, буквально на несколько минут как бы написать ваше мнение об этих шедеврах искусства, ну и, конечно же, Сергей, прошу вас быть на несколько минут как говорится экспертом изящных искусств, великим искусствоведом, потому что эти работы, ну, не только вот возвышающие никаких других эпитетов сказать нельзя, просто в роли Кутузова, Двуглазого Кутузова, Кужегетович слева, ну и дальше вся плеяда великих и могучих. Все это, конечно же, троллинг, друзья. Сергей, вам слово. Не, вы знаете, вообще-то я считаю, что это просто абсолютный троллинг, то есть это абсолютный троллинг, ну, вот когда он сам себя изображает в виде там какого-то там генерала, не вижу форму, генерал Двугаков просто, ну, понимаете, ну, это же вообще. Да, ну, это, конечно, просто его возвышение, а вот здесь, ну, это троллинг. Кутузов, это можно еще было подать как возвышение, ну, потому что Кутузов, это, значит, российский полководец, российский начальник, который формально, считается, выиграл, значит, великую, отечественную войну 18-18-18-18-18-го года, и так далее. Здесь еще понятно. Вот если бы эта картина была одна, то я бы еще понял, что это было возвышение. Ну, дальше, там же его показывают в качестве какого-то там бандита большевистского с красными знаменами, да, значит, батька Махнова, вот здесь он, батька Махнова, да, грубо говоря, в кожанке, значит, с этим самым, то есть, то ли комиссар какой-то, значит, советский, то ли батька Махнова, непонятно. Вот, и еще дальше там картины, то есть, вот если эти картины выстроены в такой ряд, то это получается как просто издевательство. Издевательство над Кожугетовичем и издевательство над его соратниками, потому что, видите, опять же, большевистские какие-то, какие-то красные знамена, какие-то там буденовки, вот, то есть, это все, конечно, ну, это китч просто такой, это понятно, что с точки зрения, никакого искусства здесь нету, хотя написанная картина, кстати, не так плохо, вот, потому что сходство видно, то есть, художники не самые плохие, но, конечно, это китч, и вот если это рассматривать как степ, то это просто классный степ, я, у меня такой же степ был, я в свое время, знаете, из своей школы, когда уже всех разрушились, все разрушилось, я выкупил, значит, там, знамена какие-то советские, бюст Ленина, и у меня это было в квартире, потому что я стебался с французами, которые у меня там приходили пить кофе, чай и водку, вот, по поводу этой самой советской, советской символики, все понимают, что, конечно, я ее держу не для того, чтобы показать, какой я ленинист, а для того, чтобы это просто степ такой, ну, вы сами понимаете, что, допустим, там, в каком-то там парижском, в парижской квартире поставить бюст Ленина, а рядом еще какую-нибудь, вот такую, 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 такую саховость, такую, кандовую, это просто очень, очень прикольно, это прикол. Конечно, не могу не вспомнить еще одного генерала, вашего визави, генерала СВР, он накануне сделал следующий пост, буквально короткая выжимка. Дорогие подписчики и гости канала, бывший министр обороны России, ныне секретарь Совета безопасности Шойгу, находится в очень уязвимом положении. Вчера в рамках Политбюро 2.0 прошли консультации, которые касались судьбы Сергея Кужегетовича. Коррупционная пропасть в Министерстве обороны оказалась настолько впечатляющей, что помощник президента России Николай Патрушев решил поднять вопрос о немедленном отстранении Шойгу от власти и последующего ареста. Подпись генерал СВР. Сергей, и тут, конечно, без вашего комментария не обойтись. Здесь не хватает двух слов. Помощник президента по судостроению поднял вопрос о немедленном отстранении. Потому что мы с вами всегда добавляем эту вещь. Потому что когда добавляешь ее, то информация играет совсем другими красками. То есть собирается в политбюро и на нем помощник по судостроению говорит, а вот нужно этого самого секретаря Совета Безопасности. Арестовать и доставить на судно. А судно отправить в неизвестном направлении. А, да, эту баржу. Вот мы помним. Ну, кстати, это трагические вещи, потому что мы помним, как в Гражданскую войну на такие баржи грузили офицеров белых и просто топили в Волге, в реках. И это очень смешно, конечно, потому что я имею в виду про Патрушева, а не про эти трагические моменты Гражданской войны. Потому что, ну, во-первых, никто серьезно это не рассматривает, потому что никакой Патрушев не является никаким руководителем. При всем уважении к моему визави, как вы сказали, генералу СВР, мы по этому поводу с ним спорим постоянно, потому что он постоянно, значит, у них бзик с соловьем, что Патрушев – это такой серый кардинал, который последние 10 лет всем управляет. Вот. Это, может быть, было и так некоторое время, но сейчас это явно совершенно не так. Вот. Но они не могут поменять пластинку. И судя по тому, как они не могут поменять пластинку, вот я вам озвучил две версии. Либо они работают на Патрушева, и просто для того, чтобы он лично это читал, и ему было приятно, что его кто-то считает еще серым кардиналом и человеком, который всем рулит в Российской Федерации. Либо они работают на Чемизова, и таким образом это троллинг, это Стёб, они издеваются над Патрушевым и пытаются его закопать окончательно, потому что его закопали уже, его сняли с должности секретаря Совета Безопасности, но назначили все-таки на должность помощника, правда, по судостроению. И вот мы смотрим, какая из версий сработает, но в общем это я серьезно это не рассматриваю, потому что Патрушев это абсолютно отработанный материал, с ним была заключена сделка совершенно четкая, мы назначаем твоего сына вице-премьером, за это ты уходишь. Мы тебе сохраняем должность. Я вам объяснял, зачем сохраняют должности всем этим людям, в том числе, допустим, Сергей Борисович Иванов, который бывший там глава администрации, бывший министр обороны путинский, он тоже имеет такую же должность помощника и советника Путина, просто для того, чтобы если они помрут, чтобы им устроили похороны за государственный счет, потому что если вы на пенсии, то все, вы пенсионер, вас тогда хоронят, значит, родственники на ближайшем кладбище, а так вас хоронят за государственный счет на каком-нибудь значимом кладбище с воинским салютом, с воинскими почестями и так далее. Только для этого его, и для того, чтобы формально оставить за ними возможность иметь вертушку, иметь машину, иметь шопера, иметь охрану и так далее. Вот только для этого ему и сохранили эту должность помощника президента по судустроению. В основном он ничего не решает, он больше, у него нет кабинета в Кремле, он никуда не ездит, он сидит на даче, он встречается только с своими пенсионерами у себя на даче, то есть к нему приезжают какие-то его бывшие соратники. Ну, вот генерал Сверх, кстати, публиковал, что вроде там Нургалиева переназначили первым залом секретаря Совета Безопасности и подал это как вот доказательство того, что вот видите, Патушев ушел, а его люди, его людей, Путин там переназначает на те же самые должности. Вот, но при этом он забыл сказать, там поменяли всех помощников и Шойгу поставил своих, своих заместителей, своих помощников и вообще Совет Безопасности в принципе для Шойгу совершенно не должен играть ту роль. Опять же, для Шойгу это возможность показать, что его не убрали. Но то, что написано по поводу того, что под Шойгу шатается стул, это правда, это ощущают все, потому что, в общем, ну, когда в твоем бывшем ведомстве выясняется, что повальная коррупция, то рано или поздно и до тебя доберутся, потому что все же понимают, что главный коррупционер Шойгу, но на самом деле он главный коррупционер в Министерстве обороны. А главный коррупционер не Шойгу вообще, а сам на самом деле товарищ Путин. Вот, и тот же самый товарищ Патушев. Они все коррупционеры, потому что они все зарабатывают деньги, они все сидят на миллиардах. И поплатится ли Шойгу, головой или нет. Ну, вспоминали историю с Ежовым, которого прежде чем расстрелять, ну, посадить и расстрелять, его сначала назначили, кстати, назначили наркомом водного транспорта. И, кстати, это не для Шойгу исторический параллель, а для товарища Патрушева, помощника по судостроению. И тут вспомнили, и тут вспомнили. Патрушева, вообще-то мы с Сергеем Жирновым Патрушева вспоминаем в каждой эфире. Запомните, уважаемая аудитория, что если Сергей не вспомнит Патрушева, это означает, что этот стрим я веду с двойником. Уважаемая аудитория, традиционно мы с Сергеем просим вас поставить лайк этому видео. Знаете, как только будет этот обмен, мы обязательно запишем экстренный эфир, я уверена, что мы найдем для этого времени. Вы, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на мой YouTube-канал «Да, счастливо!» и, конечно же, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, а я вам для затравки, уважаемая аудитория, поставлю эту фотографию. Патрушев с Путиным не встречается, а Чемизов встречается часто. в следующем эфире, а вы ждите. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ и внешней разведки. Сергей, благодарю вас и традиционно «Да, в скорой встрече!» Спасибо.